Движение по М-12 планируют запустить уже в конце этого года. Строительство стратегической магистрали разделили на несколько этапов. Участок длиной более 90 километров проходит по Чувашии. Подрядная организация применяет в работе и инновационные методы. Наша съемочная группа просмотрела будущую скоростную трассу с высоты птичьего полета. С подробностями Дмитрий Ковалев. М-12, которая протянется от Москвы до Казани, называют не иначе, как стройкой века. Работы здесь не останавливаются, даже выходные. Для дорожников оборудовали оперативный штаб, спальные корпуса и столовую. На более чем 70 километрах шестого этапа в Нижегородской области и Чувашии уложен асфальтобетон. Сейчас подрядчики прокладывают инженерные сети и устанавливают опоры для светодиодных ламп. Уже открыт первый путепровод над трассой. Только на участке, шестом участке, где вот республика Чувашия, 85 километров, в этом году будет построено и сдано 27 искусственных сооружений. В ноябре текущего года будет запущено движение на М-12. Дорога будет сдана. На пути дорожников было немало проблемных участков, которые могли подтопить грунтовые воды. Инженерное решение нашлось. Откосы насыпи укрепляли бетонными матами. Это конструкция соединенных между собой блоков. Не дожидаясь запуска движения по трассе М-12, подрядчики начнут восстанавливать пострадавшие от строительных работ дороги. Это Парецко-Мочкасы, 10 километров, Ибресия-Березово-Кудеях опять, и 6 километров. Чебоксара-Сурск-Красный-Октябрь-Красный-Отмал, 2 километра. Тоже другой участок будет у нас к восстановлению. Кожевина-ГАД, 6 километров, Аниш-Хармалы, 4 километра. Самой Старо-Высле-Осаново, тоже 4,7 километра. Станция Канаш была задействована. Естественно, у нас улично-дорожная шерсть города Канаша тоже подлежит к восстановлению. Это 11 километров. Восстановительные работы намерены начать весной. Ремонт может растянуться не на один год. На этот год запланировано отремонтировать порядка 47 километров дорог. В этом году мы закончим. И будем ждать следующей программы. Меморандум заключили с Федеральным дорожным агентством. Следующая программа по восстановлению наших республиканских дорог. Их у нас в результате строительства разрушено на сегодняшний день порядка 160 километров. Это только региональных дорог и 67 местных дорог. Интерес к будущей трассе М-12 проявляет бизнес. В республике на стыке двух федеральных магистралей планируют построить логистический комплекс. Там будет как раз хорда, которая будет уходить на Тольятти, на Самары и уходить на Северный Казахстан. И там будет реконструированный вот этот перешейк от М-7 до М-12. Это получается от Цивильска до Комсомольского района. Там будет дорога высшей категории. То есть разделенная по две полосы в каждую сторону. То есть Чебоксары сейчас в схеме новых дорог становятся перекрестком, который нельзя миновать, чтобы попасть к нашим восточным партнерам. Самый сложный объект шестого этапа скоростной трассы – мост через реку Сура. Его протяженность – километр. Между берегами был перепад высот. На строители смогли убрать уклон и установить опоры. Сейчас продолжается монтаж мостовых пролетов. Отсюда по будущей скоростной трассе М-12 до Москвы – 504 километра. Запустить движение планируют в четвертом квартале этого года. Мост через Суру соединит берега двух регионов – Чувашской республики и Нижегородской области. Дмитрий Ковалев и Павел Оресков. Республика. Продолжение следует...